Майские праздники – один из самых пожароопасных периодов. Многие жители Москвы и Подмосковья не могут представить себе отдых без выезда на природу. Однако такие пикники могут обернуться страшными последствиями. В 2014 году 98% лесных пожаров произошло именно по вине отдыхающих. Чтобы предотвратить лесные пожары, на территории Московской области организовано патрулирование лесных массивов и прилегающих к ним территорий. Это пожарно-профилактическая работа. Мы в большей степени уделяем внимание инструктажам населения, раздаем листовки, стараемся рассказать, обучить, привить вопросы культуры пожарной безопасности. Но вместе с тем, если мы выявляем нарушителей, то в соответствии с действующим законодательством привлекаем их к административной ответственности. Теперь отдых в лесу в неположенном месте может сильно ударить по карману. С 25 апреля разведение костра в пожароопасный период наказывается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона для юридических лиц. А если костер перерастет в лесной пожар, с виновника потребуют уже до миллиона рублей. Скрыться нарушителям будет крайне сложно, так как в лесах Подмосковья уже работают более полутора тысяч человек. Это сотрудники МЧС и полиции, лесники, казаки, работники муниципалитетов, общественники и добровольцы. С 1 по 11 мая совместно с сотрудниками полиции, муниципалитета Одинцовского района, сотрудниками МЧС будут проходить рейды, пешие рейды, возможно, конные рейды даже будут приняты ближе к 9 мая. Сейчас идет договоренность с конюшней о выделении коней казакам по местности для профилактической беседы с населением, для разъяснения задач раздачи агитационного материала, собственно, контроля, опять же, леса. Главная цель таких рейдов – напомнить жителям о правилах пожарной безопасности и пресечь разведения в лесах костров. К патрулированию также присоединились и представители добровольных народных дружин. Выходим на дежурство с 19 часов до 23.00. То есть объезжаем город Звенигород, тут у нас машина, объезжаем город Звенигород, патрулируем, смотрим пьяниц, хулиганов, иногда разнимаем, иногда доставляем в отдел полиции, но вся работа строится, конечно, совместно с полицией. Но и без шашлыков жители Подмосковья не останутся. Для этого обустроено более 200 площадок, которые оснащены парковками, местами для костров и мангалов, удобными беседками и детскими игровыми комплексами. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.